В глубине обнаружены древние катакомбы. Катакомбы предателей теперь всегда на глобальной карте. А также новые рецепты. Медный капкан, плетеный щит, кожаный щит, Трон Завоевателя. В общем, из говна и палок создаем вполне себе неплохие щиты. Погнали, посмотрим эту обновь. Висишь? Ну, виси, виси. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это самая жесткая, самая хардкорная выживалка на Android и iOS. Grim Soul. Натурально, из говна и палок создаем теперь вот такие вот щиты. Кожаный и плетеный. Слушай, немного защиты, но, но, но. Щит это щит. Вот этот кожаный, он уже прям хорош. Капец, да? Грязь? Грязь. Да, еще нам добавили медный капкан. Мы его обязательно сейчас с тобой потестим. Сравним его с вот этим капканом. А какое самое главное нововведение? Посмотри на этот чудный ящик за моей спиной. Зачарованный сундук. Что это такое? Это телепорт. Что я сюда в него положу, то и телепортируется в подземелье. Ну, к примеру, отрекшись на героический режим. И там рандомно будут ящики, из которых можно будет доставать вот это. Плюс его можно апгрейдить. И для этого тебе нужны катакомбы предателей. Что с ними не так? С ними все отлично. Теперь они постоянно находятся на глобальной карте. То есть они не респятся на определенный промежуток времени. Ты можешь не успеть собраться и т.д. и т.п. Они всегда теперь здесь. И раз в сутки их можно зачищать. Помимо зачарованного сундука, да, эти каты могут тебе подарить короб, кучу топ-оружия. Очень хорошо, значит, здесь идут составные части для пороховой бомбы в виде серы и угля. Конечно, также здесь есть и книжки, ё-моё. Короче, каты это очень круто. Вот здесь и будем тестить. Ставим медный капкан. Ну мы с тобой так на глазок, да? Мы прям до секундов не будем замерять, сколько мужчина будет стоять в капкане. Ну это очевидно. Так, волк, да? Да какая разница? Волк, ты что, ненормальный? Так, теперь наказываем. И давай вот этого парня в капкан. Тик, блин. Слушай, это прикольно. Ой-ой-ой. Ну, визуально, да, прям, чик, он прям сразу вышел из капкана. Ну и урон, да? Этот 25 нанёс. Давай ещё раз зафиксируем, так сказать, результат. Опа! У меня щит, ребята. Блин. Восторг вообще. Из говна и палок натурально. 45. На двадцаточку больше, да? Ну и времени, времени, конечно. Медный капкан, очень быстро они из него вылазят. Чё я делаю? Я, блин, щит собираю себе. Блин, реально, реально. В общем, это прикольно. Это прикольно, когда у тебя не будет таких капканов. Хотя с ними нет проблем. Можно делать вот эти, да? Плюс-плюс. Они тебе помогут просто выживать. Но совсем новичку. 8 цепей. Слушай, есть вещи, куда тебе потребуются цепи. Даже не знаю. Поначалу не стоит крафтить тебе эти капканы. Что по щиту? А чё по щиту? Добавили дополнительно брони. Чё тут по щиту? Оп. Всё, готов щит. Готов. Из говна и палок. Блин. Кожный щит чуть-чуть посложнее. Но тоже. 4 верёвки, 5 дерева, кожа, медные обломки. Разве что для новичка проволока будет сложновато, да? Но это только поначалу. Потом уже не так будет сложновато. А на что способны эти фантастические щиты? Давай вот так сделаем. Та на всё. Мы отправляемся в катакомбы предателей. Там и посмотрим. Как я уже сказал ранее, это очень крутая локация. В плейлисте Grim Soul ты можешь найти газик, да? Как новичку её вообще проходить? И сколько проходить этажей? Напомню тебе, это хардкор локация. Если ты тут умираешь, то один раз и навсегда. А какая ещё специфика этой офигенской локации? Раньше здесь был варвар. Когда ты сделаешь пыточную дыбу. Это уже для хайлевелов тема, да? Когда он был здесь? Ну, периодически он здесь появлялся. Может быть и сейчас так? Друзья, оставляйте свои комментарии. После обновления встречал кто-то варвара или нет? В общем, это героический режим подземелья отрекшихся. Умирая там, ты теряешь абсолютно весь лут. Поэтому смотри, будь осторожен. 15 этажей. Сколько проходить? Сколько сможешь, столько и проходи. Чем ниже спустишься, тем больше награда. И да, сюда без свитков ужаса желательно не ходить. Ну или в моём случае давай свиток заморозки возьмём. Заточенный Риттершверт. 81 урона, как у Алибарды. Грязь, грязь. Джамбия, хопиш. Маргештерн изгнанника, пернач послушника. Фальшион убийцы, Риттершверт. И многое другое было добавлено за последние обновы. А что дальше? Давай почитаем. Багряная охота и рождественские события завершены. В следующем крупном обновлении 5.00 вас ждут новые возможности и испытания. Мы уже занимаемся подготовкой. А пока встречайте маленький, но важный по 4.6.0. В общем да, нам готовят какое-то крупное обновление. И это не может не радовать. Поехали. В общем самое главное, я тебя предупредил, да? Если ты здесь откисаешь, это беда, короче. Лут ты не спасаешь. Использовать здесь Святого Петю, это круто, конечно. Но, но, но. Все-таки надо научиться. Я тебе рекомендую научись без Святого Петра обходиться. Ну хотя бы на начальных этажах. Не знаю, с первого по седьмой этаж, да? Вполне. Как респца враги? Как попало рандомно? Так же можно выбить кинжал. Отравленный. Реально. Вот с засранцев. С каких? Ну с этих чумных. Врагов может быть в катке. В первой. Меньше. А может и больше, чем во второй. Имей ввиду. Посмотри. Вот сейчас, да? Меньше пацанов. Реально. То есть, первый батл был сразу жесткий. А вот этот даже проще, чем первый. Поэтому, поэтому. Так, давай. Последний батл, да? На всякий пожарный я беру вот эту штуку. Ну лучше, конечно, Свитки Ужасов. Ну, хорошо. Шикарно, да? Ты видел? Видел, видел, видел. С щитом. На ноль. Класс? Класс. Почему? Потому что эти засранцы по пятерочке отнимают. Я как раз пятерочку и заблокировал. Так, все. Волчек, выдохся. Вот с этих негодяев, к примеру, тут может упасть тебе отравленный кинжал. Я уже выбивал. Я, правда, один раз его выбил и тут же всосал. Да, сюда есть смысл Святого Петра использовать, да? Но я тебе рекомендую не пользоваться Святым Петром, пока ты не пойдешь ниже десятого этажа. До десятки, включительно десятый, прекрасно можно проходить без Святого Петра. Ну а так, по факту, проходи сколько сможешь. То есть, смотри, вот я чуть-чуть прошел, все, я могу забрать награду и уйти. Вот на этом чудном этаже начинается уже интересно. Тут есть подрывники. Ну хотя бы медную кольчугу там, ну ты понял, да? То есть, смотри, тут уже можно всосать. Можно вообще на раз. То есть, не надо вот так в тряпочке этот этаж проходить. У меня разломанная броня, поэтому я ее и взял. Давай возьмем вот этот щит. Слушай, как это классно, а? То есть, мы теперь с тобой всегда будем с щитами, да? Теперь проблем с щитами у нас нету. Так, поехали. Поехали. Ты, главное, здесь как бы это. Ну ты понял. Блюди. Ой-ой-ой. Ха-ха. Интересно. Слушай, у меня так не было страшно. Ну страшно, но я мог и броню включить и все подряд, да? Ну да, страшненько. Так, давай израсходуем вот эту штуку. Почему? Как бы да. Достаточно страшненько. Такой интересный парень. У меня меч тут уже давным-давно у меня, да? Привет, Фантик. Это как бы самый опасный момент здесь. Слушай, он никогда так раньше не делал. Как? Он вот оттуда зашел. Негодяй. Так, отводим, отводим. Есть хороший гайдик. Подробный, да? По этому заведению. Тут главное в толпе их всех говноедов держать. Все, меч уже израсходован. Давай я его ломаю нафиг. Чтобы он мне глаза не мозолил. А-а-а. Бежит, негодяй. Свиток ужаса и все, да? И что, и все? Ну и все как бы. Со свитком ужаса вообще. Прекрасно будешь проходить. В нужный момент отпугнул их всех и готово. Блин, я так собрался, слушай, что вообще. Мне можно идти не 7 каток, а гораздо больше, да? Ну, единственное, броню я сейчас потеряю. Так. Самое главное, да? Мы с тобой палим подрывника. Теперь я отрываю, чтобы они меня в проходе не зажали. Вот сейчас опять, смотри. Ёлки-палки. Почему так вышло? Да потому что без свитков ужаса я пошел. Не надо идти без свитков ужаса. И чё? Ну ничего. Посмотрел обнову вместе с тобой и потерял короб девы. Это обломно. Это обломно, да. Но есть и плюсы. Даже в такой жести. Я показал тебе, как делать не надо. Блин, без свитков ужаса туда не ходи. Посмотри прошлое видео и ты узнаешь, где мои свитки ужаса. Свиток заморозки в такой ситуации, да, тоже может спасти. Но это чуть-чуть не то. Потому что они меня зажали, я выйти не мог. Ну ладно, чё поделать. Сегодня больше ничего не появится. Стоит вернуться завтра. Отдай мой короб, бомж. Верни, верни, верни. Это гримсол, чё я тебе могу сказать. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот обзор. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Ждем фантастическую большую обнову. Ну а эта обнова еще добавила красок и разнообразия. Кожаный щит. Плетеный щит. Медный капкан не так, чтобы. А вот два щита, это круто, да. Ну и катакомбы на постоянной основе, это вообще огонь. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадке Трова и на Ютубе. Удачи тебе в катакомбах. В Лубене она нужна, а в катакомбах и подавно. Чё-то как-то подрывники стали интересно бегать. Блин, я такого не помню. Они теперь распятся реально по-разному.